Многие подумают, что разработчики в этот раз вносили обновление 3 часа, чтобы не было никаких багов. Ага, щас. Всем здорова, ребят, с вами Тим, и сегодня у нас в ролике обратная сторона обновления. Я не хотел этому ролику давать сильную огласку, поэтому сегодня мы еще и поиграем новыми валькириями. Просто для разнообразия, ну и тем более, как таковых багов после обновления было не так уж и много. Они, можно сказать, даже идентичные. Но смысл багов заключается в том, что разработчики делали перерыв, и обновление длилось 3 часа. И, кстати говоря, даже сейчас я думаю, что скоро будет опять техперерыв, потому что у них до сих пор остался один баг. Возможно, только на то, что КВ оно распространяется. Но этот баг до сих пор в игре, и вы можете его посмотреть, если ваш клан играет в КВ. Заходите в ход войны, открываете прошлую войну. Мы знаем, что, скорее всего, разработчики всегда убирают повторы, и повторы типа недоступны. Ну, насколько я помню, раньше они так делали. Но у нас типа тут есть КВ, есть повторы, и тыкая на кнопочку повтор, мы ничего сделать не можем. Я сразу же возвращаюсь домой и думаю, что обычные повторы-то будут доступны, свежие повторчики. Ну и тут как бы да, они доступны. Я вот не знаю, это будет распространяться только на то КВ, или же нынешняя КВшка тоже же. Потом будет недоступна, и повторчики мы смотреть не будем. Но если будет техперерыв, как бы не удивляйтесь, это нормально, разработчики фиксят вот этот вот баг, если что. Но, кстати говоря, до сих пор кто не может зайти в Clash of Clans... Соболезную. Подождите немножечко времени, и скоро разработчики это пофиксят, вы сможете обновить Clash of Clans и зайти со своего устройства. У меня у самого была такая проблема в другом эмуляторе, я сразу же скачал другой эмулятор и зашел с него спокойно. И да, кстати, если же у вас Clash of Clans вылетает каждые 10 минут, пожалуйста, тоже подождите. Это скоро пофиксят, потому что мне кажется, что разработчики как бы уменьшили свой коллектив. Ну короче, там один дядя Вася какой-нибудь работает и втюхивает нам вот эту вот обнову. В общем-то, как-то вот так. Есть, конечно, еще парочку багов, но о них говорить нет смысла, это вы уже все знаете как бы. И это повторяется каждый раз, оно потом просто проходит и все отлично. По поводу доната, кстати, я вчера говорил, что буду думать, буду покупать я скин или нет. Но я думаю, я еще дней 5 подожду, потерплю как бы, а там уже решу, возможно, и куплю этот скин. А так, что касаемо вот этих предметов, я думаю, на почти фулл аккаунте покупать это смысла нету. Ну и, конечно же, мой отзыв. Минимальный отзыв о вальках должен быть, потому что вчера я провел стрим и поиграл с супер валькириями. И я вам могу сказать то, что, ну, это очередные супер юниты, которые, ну, не супер совсем, вообще не супер. Я думал, что найду какое-то применение этим валькам и буду юзать в каких-то топовых миксах, где эти вальки будут помогать. Естественно, так как валькирия занимает 20 мест, вы не будете их брать штук 10 там или даже 5, по примеру. Вы будете брать их парочку штук, чтобы этот рейдж скидывался и помогал вам в атаке. Но, получается так, что эта валька не дохнет, у нее хп много, и в итоге смысла от нее нету. Я бы посчитал нужным сделать мест, наоборот, поменьше вальки. И, ну, или хотя бы, я не знаю, 15 мест или 10 мест. Ну и уменьшить здоровье, естественно, чтобы она погибала быстрее всех войск. И, ну, как бы скидывала свой рейдж. Просто получается так, что она до конца боя бежит с остальным видом войск. И все, как бы смысла от этой вальки уже никакого нету, кроме как большой урон. Хотя, в целом, это не зашкварный юнит, и можно играть. Но вот именно бустить я его бы не стал в следующий раз, потому что не сильно-то она и зашла. Ну и, конечно же, я думал по поводу микса, как десант, или как этот микс называется. Короче, где в клановую крепость берется дирижабль, ой, ну да, дирижабль, дракон, электро в основном, и шарик. И потом скидывается дирижабль до ТХ, и там вы орла забираете благодаря клон-спелам, рейджам и так далее. Я же думал, как? Вы в КК возьмете валечку, шариков там, ну и будете, в принципе, так же действовать, и рейдж вам с собой брать не нужно будет. То есть, это плюс дополнительная баночка. Но, выходит так, что в КК вы берете всего одну вальку, так как это 20 мест, и всего 3 шарика. То есть, даже если вы их клонируете, и то не факт, что вы их клонируете, возможно, вы клонируете валечку как раз-таки. Ну, как вы понимаете, профита вам не даст, и микс будет, скорее всего, тоже неактуальный, но попробовать стоит, если вам интересно, конечно же. Также неподтвержденный баг, потому что скриншота я не видел. До первого перерыва был баг, что супергигант, его усиление стоило 260 тысяч дарка. То есть, не как обычно 60, а 260. И я, как понял, это было не у многих, но скриншота я так и не нашел, но баг такой был. И да, до первого перерыва нельзя было забустить эти войска, потом же разработчики сделали опять перерыв минут на 40-час, и они это пофиксили, мы смогли с вами потом испытать валькирию, и сейчас мы это тоже можем. Но, сейчас же мы будем уже играть с вами в глобале, я небольшую глазочку сделал по поводу обновления, просто рассказал то, что было в этом обновлении. Больше мне, к сожалению, ничего не запомнилось. Сегодня же я буду играть вот таким миксом. Этот микс мы, кстати, заготовили вчера, и я не нашел ему никакого применения, но, возможно, сегодня мне повезет, и этими пеками мы затащим. И да, как я говорю, валичек мы сегодня много брать не будем, потому что, по факту, эту валичку, ну и нужно брать всего одну-две максимум, чтобы она скинула свой рейдж, и не более. Ну а второй микс уже будет с йети, типа маздроп, но тоже, кстати говоря, тут присутствуют пеки. Да, кстати, огромное спасибо разработчикам за x4 бонус, он нам сейчас нужен как никогда. Вот у меня в этой лиге бонус примерно 2 миллиона. Это нам помогает очень сильно сейчас, разработам отдельное спасибо. С нововведениями они помогают игрокам в прокачечке. И, кстати говоря, я забыл упомянуть про акцию, точнее события с летающими шарами-бочками, которые... Ну, в целом, мы уже знаем, олды поймут, что это за бочки, а не потому что все видели, что это такое, как они юзаются, так как мы это с вами уже видели. Ну и я помню, что фанились мы так добротно с этими шариками, поэтому это хорошо то, что разработчики нам напоминают, что было в игре ранее. Я этому очень даже рад. Итак, микс наш первый вот такой, вы видели, в принципе. Прожать я пока делать не буду, и, кстати говоря, я что-то так посмотрел, у нас все разошлись, получается. Ведьмы сюда, пеки туда. Ну, короче, я даже не знаю, куда накинуть хил, но в итоге... Малина же не знаю, наверное, зря, да? Наверное, зря. Но прожимать хранителя даже тут не вижу смысла. На почистку у меня тоже тут не было смысла заюзать дракончиков. Ну, не было вообще никакого смысла, сути. Так, ладно, закинем, короче, магов. Сюда хил. И все. Это будет трюльник. Ну, блин, наверное, сейчас буду искать базу посильнее. Просто я типа фармлю в то же время, мне сейчас ресурсы нужны как никогда. Но, в целом, могу вам сказать, что одну валичку можно с собой брать. И, кстати говоря, валичек, которых я брал, они вот, они бегают. В целом, я про что и говорил. Возможно, кто-то найдет себе применение этих валичек как раз-таки в КВшке, ЛВК. Но я же пока не нашел. Просто я знаю, что в ЛВК в основном бустят бомберов. И да, кстати, бомбер сейчас хоть как взрывается, даже если он погибает. Я этого не знал, но в чате мне написали на стримчанском. Это, кстати, огромный профит, то что бомбер даже если чуть-чуть не добежал до как раз-таки стены, он все равно взорвется. Это профит, это реально годно. За это разрабам спасибо, хотя бомбер хоть как добегает, да и так как у него хп много. В общем-то, это была первая атака. Потихонечку фармим ресурсы. И да, что касаемо прокачки, я все-таки решил пока лабораторию не ставить, так как смысла в этом нету. Я уж лучше поставлю три лагеря, они быстрее проапаются. И как раз-таки остается мне всего поставить два лагеря. Ну а лабораторию я всегда успею, тем более у меня есть книжица. И скоро в пропуске будет рунам. Ну вот, я думаю, что эта прокачка куда серьезнее и уже более-менее похоже на фулл ТХ-12 даже. Запор, конечно, не кудыршный, но как бы это вообще не важно. Поэтому просто берем и начинаем атаку. Эту часть я зачищу дракончиком, пожалуй. С верхней части кинем одну пеку. И колдуна, я думаю, этого будет более чем достаточно. Ну а в центр мы уже по максимуму залетим етиками и вышибалами с пекой. Ну, короче, много-много всего будет. Я думаю, что это залетит в этой атаке. Ладно, поехали. Короче, вышибалок скидываем. Также боулеров давайте закидываем. А, стоп, тарана, тарана точно. Тарана изначально всегда нужно скидывать. Я что-то туплю. Также хранитель. Пусть ауру свою раскидывает. Тут вот... Блин, короче, я не знаю, что говорить. Сейчас будет развал базы. Я думаю, многие хотят на это посмотреть. Так же, как и я. Короче, делаем вот так. Так, мы пробили секцию. Кстати говоря, я не знаю, зачем я брал два джампа. Но давайте я просто вот так вот скину, чтобы было как бы... Ну, по факту тут, конечно, вот такие вот... Ну, баночки тут просто не нужны. Вы это поняли? Вы это видите? Ну, тут реально просто некуда даже рейджа скидывать. Скоро будет прожать чемпиона. Я это сам сделаю, пожалуй. И давайте вот сюда накинем хил. Просто не знаю, зачем. Ну, ети... Ети подхилить. А хазы зачем? Возможно, чемпиона даже подхилить. Но ратушу, я как понимаю, мы не заберем. И фиаско то, что у меня... Вышибалы вышли на улицу. Капец, конечно. В общем, масс-дроп мой что-то совсем не залетел. Это из-за вышибал. Если бы вышибалы по максимуму долбили центр, мне кажется, тут атака бы залетела на ура. Давайте сейчас прожмем хранителя. Просто потом, я думаю, это вообще будет не нужно. Так как войска у меня потихоньку погибают. Ну, такое, честно вам скажу. Либо заход был неправильный, либо микс неправильный, либо просто не повезло, не подфартило пацанку. Успех ушел, как всегда. В целом, у меня и получается. Ну, в целом, двушечку я тут возьму, скорее всего. Основные рецы я, конечно же, забрал. Но если ратушу бы я забрал, было бы замечательно. Но да ладно, как бы не важно. Зато нашел более-менее фулл пазу. Есть прожатие королевы. И, кстати, королева пойдет, наверное, вниз, да? Или она все-таки секцию будет долбить? Просто королева по-разному у нас мыслит, насколько вы знаете. И я бы удивился, если бы она все-таки пробила секцию и завалила бы потом еще и ратушу. Ну, точнее, не удивился, а обрадовался даже. Ладно, завершаем атаку. Вот следующая атака будет, конечно, нацелена только лишь на трешку. Снова здравствуйте, снова всем привет. У кого нет такого фарма-соболезную, но я нашел его. Вот такой вот микс у меня. Это квинхилл и целая куча валей. Хоть я и говорил, что сегодня не буду играть таким миксом, я вас обманул. Сегодня я хочу поиграть вот таким миксом, так как просили залететь вот таким вот чудом. Сие чудо, да, надеюсь, будет тащить. Хоть как-то. Короче, поехали. Я думаю, начнем с вот этой вот части. Может быть, что-нибудь годное и сообразим. Все, квинхилл полетел. Надеюсь, тарана не лечат. Хиллочки, что-то я забыл. Я либо туплю, либо я реально не помню, я играл таким миксом или нет. Ну, типа, скидываешь королеву и позади нее закидываешь как раз-таки тарана. Так, таранчик у нас погибает достаточно быстро. Но основное, что он должен был сделать, он сделал. И за это ему огромное спасибо. Теперь же я ему соболезную. Так, давайте накинем рейджик, который, кстати говоря, у нас всего один. И да, кстати, можно было по одной вальке было так вот скидывать. Типа, валька погибает и рейдж кидается, правильно? Но, видите, там радиус маленький. И получается, что вальчика может побежать не туда, куда нужно. Ну, в общем-то, тарана я уже потерял, как вы понимаете. Эту область мы... Блин, даже не знаю. Ну, давайте вот так вот вальчку одну скину. А с этой кучи уже... Точнее, с этой части закинем уже остатки вальчек. Так же пошел хранитель. Чемпион. Блин, жамп надо было, да, наверное, накинуть вот сюда. Ну, ладно, уже не важно. Давайте вот сюда хил закинем. Джамп второй пойдет на ТХ, скорее всего. Потому что вальчики вниз хоть как. Что-то они идут у нас. Или идут. А не, они загорелись на королеву, получается. И загорелись на кинга. Ну, тогда вот сюда еще один хил закинем. Прожать пока делать не будем. Ну, в целом, что я могу сказать. Мы сейчас прожмем кинга и заберем ратушу. И я думаю, что мне этого будет достаточно. Но, конечно, было бы приятнее, если бы я бы забрал бы еще и, как ее называют, адскую. Но, так как у меня типа это квин хил, у меня адская забрала королевку. Печальненько. Очень печальненько. Я не ожидал. Точнее, не думал об этом, когда нападал на эту базу. Я просто увидел фарм и понял, что это мое. Это мое добро. Но в итоге это слив. И, кстати говоря, хилалук. Хилалук самый парашнический микс, мне кажется, на этой планете. Блин, обидно. Обидно, конечно. Но большую часть я, конечно, на этой базе оставил. Если бы я оттачил обычными шахтерами, я бы думаю, тут основную часть бы даже забрал бы. Но, явно не сейчас. Короче, давайте с этой части закинем 4 лучницы. Хоть что-то еще доберем. И будем уже завершаться. Потому что вот эти вот маги... Ой, лучницы погибнут у нас от мага. Ну и на этом попрощаемся с этими лучницами. Ну да ладно, как бы. Атака не получилась, всякое бывает. Поэтому вот так. На сегодня ролик заканчивается. Спасибо, что его посмотрели. Вот так вот я потихонечку формирую на лагеря. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok